Добрый день! Сегодня 20 мая и продолжаем выращивать хлорелу открытым способом, нестерильным. Вот она стоит у меня в емкости, в бутылях. Практика показывает, что лучше всего поступать именно так. Здесь видно последовательность развития хлорелы. Вот это вот первая по срокам. Ну и так как я ее размножаю по циклам, дальше я перелил, выросла эта хлорелла, затем эта новая и новая. А если происходят сбои в питании, то происходит такая вот картина. Хлорелла перестает быть зеленой, водичка такого технического цвета, и хлорелла выпадает в споры, отдавая все питательные вещества, скажем, в воду. Готовер состав этой воды, кстати, почти такой же, как и у хлореллы. Для удобрений и полива она вполне подходит или подкормки. Не обязательно жила хлорелла. Ну, если вы будете поступать так же, как я, я советую именно таким вот образом делать. Если у вас будут какие-то ошибки, то это будет сразу видно. А ошибки могут быть. Хлорелла очень капризная. Для того, чтобы увеличить скорость развития и была высокая плотность массы хлореллы в вашей емкости, то нужно, конечно, чтобы питание было сбалансировано и было достаточно, особенно углерода. Вот когда это будет, вот я экспериментирую с питанием. Видно там сверху плавают всякие мои яй-пенопласты, всякое использовал. Но есть определенные нюансы здесь, которые я проверю и, может быть, потом расскажу, что именно нужно делать, чтобы без продувки углеродом, углекислоты, добиваться вот такой плотности хлореллы, как в этой емкости. Зеленая емкость не пенится, масса не прилипает, то есть нет ободочка. Как видите, все чисто. Это чистая хлорелла. Нет никаких пен и так далее, как это было изначально в первых моих видео, где хлорелла еще не очищается. То есть в данном случае она уже приспособилась к тому питанию, которое я ей предлагаю. И она развивается нормально. Но я планирую увеличить на дальний момент. Я ее просто придерживаю, чтобы скорость роста, скажем, останавливаю ее, чтобы не потерять и не, ну, скажем, подготовлю в большую емкость и буду наращивать дальше. Конечно, будет стоять вопрос о том, чтобы сушить ее, хотя бы получать грамм, два-три сухого хлореллы. Ну, тут у меня проблемы. Я еще не выбрал, каким образом это делать. Может быть, экспериментально обнаружится какой-то интересный вариант. На этом все.